Чтобы кадр нас ушел отсюда, обедать, кушать идемте! В частном доме супругов Субботиных, Элины и Владимира, всегда жили люди. Свекровь Элины, как могла, ухаживала за больными соседями. Видя, сколько односельчан нуждается в социальной помощи, Субботины в 2010 году выкупили старое здание школы в деревне Мостовая и открыли в нем неофициальный приют. Прежде чем мы взять это здание, мы и с главами района разговаривали, как бы они нам давали зеленый свет, да, конечно, да, это вы хорошее дело делаете, вы вообще такие молодцы, мы и приобрели здание, конечно, здесь нам намного просторнее, чем в доме в часы. Сейчас в приюте 15 человек. Районное руководство отдела соцзащиты на словах одобрило появление приюта, а на деле обратилось в прокуратуру с жалобой на незаконное его содержание. Суд обязал Субботиных зарегистрировать приют. Так появилась автономная некоммерческая организация «Центр домашней заботы Ковчег». И сразу начались проблемы. 22 мая мы зарегистрировались, 15 июня к нам приехала Минсоцразвитие с внеплановой проверкой. Мало того, что они приехали к нам с внеплановой проверкой, после нашей проверки они во все другие инстанции отправили письма, чтобы у нас внепланово проверили. Это пожарка, это Роспотребнадзор. В приюте Ковчег новые окна, двери и полы, теплые туалеты. Есть душевая кабина и ванна. Но этого недостаточно, считают в Краевом министерстве социального развития. По документам Ковчег – стационарное учреждение, где люди живут постоянно. Поэтому в штате обязательно должны быть психолог, медик, трудовик, соцработник, два повара, две няни, две санитарки. В соцминразвитие нас приравнивают к госучреждениям. То есть где гособеспечения или там извне. А у нас нет этого, у нас не госучреждения. Мы пытаемся им доказать, что мы хотим здесь устроить быт как дома, чтобы человеку, который у нас проживал, бабушка, дедушка, кто-то инвалид какой-то, чтобы ему было уютно и чтобы у него было ощущение, что он находится дома, а не в каком-то медицинском учреждении. Мин соцразвития Пермского края, как говорится, все понимает, но ссылается исключительно на законы. Если мы говорим о том, что условия должны быть созданы единые на территории Пермского края и всей Российской Федерации, то есть у нас есть с вами единое законодательство, которое в настоящее время не разграничивает государственные и негосударственные организации. Министерство соцразвития обратилось с исковым заявлением в суд о приостановке деятельности Центра домашней заботы «Ковчег» до тех пор, пока не будут созданы безопасные условия проживания для инвалидов и пенсионеров. Я хочу понять, в чем моя семья и мы провинились перед правительством, когда, подняв человека с остановки, привезя его к себе домой, вымыли, вычистили, оказали какую-то медицинскую помощь. Чего нам тут не жить? Тут рай небесный нам. Здание приюта расположено в живописном месте. Недалеко лес, за окнами лог с вековыми соснами, а в ста метрах церковь, куда клиенты «Ковчега» ходят на службу. В последнее время пожилые люди живут в страхе, боясь оказаться в одном из государственных спецучреждений, куда их отправят тут же, если суд вынесет решение в пользу Минсоцразвития. Наша сеть позволяет на сегодняшний момент принять достаточно большое количество граждан, которым нужна помощь и забота государства. За субботиных вступилась местная общественность. На суде я долго не мог понять, почему Минсоцразвитие так ополчилось на субботиных, почему они задались целью их закрыть. И потом пришла достаточно простая мысль, что своей деятельностью, своей работой, просто даже своим образом жизни, они доказывают, что не могут жить без государства, практически без государства. То есть они все делают сами, ничего не просят. И это самое страшное именно для Минсоцразвития, что без их руководящего и надзирающего ока люди могут жить и работать. Почти все жильцы «Ковчега» пенсионного возраста. Лишь одной Марии Мухаммадшиной, 36 лет. После того, как попала в ДТП и сломала позвоночник, слегла. Видя, как родным тяжело за ней ухаживать, сама попросила их отвезти ее в «Ковчег». Среди людей есть такие, кто бы мжевал, скитаясь по подъездам. Есть отсидевшие в тюрьме и просто одинокие и немощные. Все они против закрытия «Ковчега». Я отсюда просто не уйду. Я здесь ни одним тягачом меня отсюда не выделишь от Субботина. Они меня из ямы вытащили. Живут люди в центре домашней заботы коммунной. Все пенсии отдают руководству. Говорят, в таком возрасте трудно самим распоряжаться деньгами. Порой они все вместе обсуждают крупные покупки. Например, приобретение дров или автомобиля, но в любой момент могут попросить деньги на свои личные нужды. Также их просьбы выполняются. То есть, кто-то ездит в церковь. Пожалуйста, мне дай денежку на это. Я без разговора даю. Сколько попросят. Кому-то надо чай, кому-то надо кофе, кому-то надо было не жить, не быть у нас одному телефон. Купили телефон ему, на день рождения подарили. В этом году кому-то обувь покупается. Пока готовился материал, прошло последнее судебное заседание, где Министерство социального развития Пермского края пошло супругам Суботиным навстречу. Было принято решение не закрывать приют Ковчег, а дать его руководству шесть месяцев на устранение недостатков. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваши глаз. Один из самых важных пунктов касается создания в приюте карантинного изолятора, чтобы вновь поступившие на момент медицинского обследования находились в отдельной комнате. Второй пункт касается приготовления пищи. Люди должны питаться не из общего котла, а с учетом имеющихся у них заболеваний. Ведь при сахарном диабете должен быть один стол, при гастритах другой. Я думаю, что мы совместно примем все усилия для того, чтобы все необходимые мероприятия провели. То есть мы окажем им необходимую методическую помощь и поддержку, привлечем необходимые ресурсы, которые у нас есть. Сегодня в государственных приютах на территории Пермского края находится 6 тысяч человек. Вне государственных, таких как Ковчег, еще 500 человек. Суботины подсчитали, что для устранения недостатков им потребуется 2 миллиона рублей. Ради этого они продадут одну единственную машину и возьмут кредит в банке. Говорят, согласны потратиться, чтобы впредь вопросов к ним больше не было.